книга открытым оком том 15 вопрос 2954 тема литература ваше мнение об экранизации книги булгакова мастера маргарита стоит ли разобрать его как это делает андрей кураев отвечает игнати тихонович лапкин вы не по адресу обратились это нужно вам созвониться с андреем кураевым он знает и про матрицу про всех мастеров подобного варева исае 65 4 сидит в гробах и ночует в пещерах ест свиное мясо и мерзкое варево в сосудах у него у него профессорское звание есть и не объявленное опрокидывать тарелки с блевотиной и размазывать блевотину чужую ровным слоем по столу а широким рукавом на этом полупластелине делать разводы и многозначительно и хитро рассусоливать что сказал блудник ик табакур истинного обращения не имевшие никогда не поймут потому я даю такой вот ответ ползать по чужой блевотине это не мое хобби а козлова максима кураева всей мнимо образованной церковной номенклатуры им постоянно нужно доказывать что они продвинутые много знают могут ответить на любой вопрос а этого и не нужно делать а нужно больше молиться вникать святую библию и просить ответа у еговы бога присносущего у них же исаи 28 8 все столы наполнены отвратительной и блевотиной нет чистого места прочтите хотя бы газету труд за 14 января 6 года страница 3 парадокс кураева никакого обращения по слову божию у атеиста кураева не было везде сама реклама знаний своих своего видения булгакова паттера то ему близок высоцкий то и сенин он знает мандельштама макаревича и не просто знает но на рок-концертах может говорить об избрании религии чтобы не быть мертвецом в отпуске а сам-то как раз такое есть скольким людям он запечатал выход на бога напрямую с круто продвинутым диаконом пожелал ли бы я поговорить но у него неделя расписано он мечется по стране потерянная пушинка патриархии крайне обличительная статья против кураева он и есть евнуху кастрированной патриархии которой все плодоносное вырезали тысячу лет назад окончательно засмолили сергиевской декларации он винтик машине обмана обмешуривание мертвецов но что я могу сказать ему если он был у нас здесь в доме купил наши книги и за два года ни слова не написал в ответ значит он их не воспринял а иначе по его деятельности я бы узнал про то кроме написанного что ему еще бы дать думаю что он и не прочитал вдумчиво взятые у меня книги ему это зачем он даже знает свои права на ошибку и тут он вычислил себе поблажку войдя в патриархию он понял что он у себя дома это необозримое поле сухих костей куда он так гармонично вписался евнух при женатых епископах при патриархийной и коммунистическом блудном гареме кураев практикующий миссионер в своем роде но есть один род апостольский когда несут живое чистое неповрежденное святое евангельское слово а не о колдунах не обезовщине разговоры он и креститься шел неверующим как сегодня крестятся миллионы и что он сделал чтобы этого безумия не было диакон намертво невозрожденный обольщенный с головой и с потрохами диаконскими без духовный у него дорога к вере не от духа святого не от евангелия а оригинальное и тут он умудрился соригинальничать могу сказать о себе что бог отводит меня от чтения подобных романов романы подобные заказ дьявола его варева и прочтя отзыв отзыв о книге и фильме вполне в том еще раз уберди убедился поттера и в руки брать нельзя не то чтобы читать диакон обольститель и он нужен патриархии он там свой его они блюдут языки 34 8-10 живу я говорит господь бог за то что овцы мои оставлены были на расхищение и без пастыря сделались овцы мои пищу и всякого зверя полевого и пастыри мои не искали овец моих и посли пастыри самих себя овец моих не посли зато пастыри выслушайте слово господне так говорит господь бог вот я на пастыри и взыщу овец моих от руки их и не дам им более пасти овец и не будут более пастыри пасти самих себя и исторгну овец моих из челюсти их и не будут они пище их кого спасать диакон своими разборками мусора спасать нужно то что еще можно спасти что не до конца погибло а не ржавую железку откровение 3 2 бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти ибо я не нахожу чтобы дела твои были совершенны перед богом моим 3 но июля 1972 год 18-летний комсомолец мерзлов анатолий спасая трактор при уборке соломы которая от искры загорелась погиб подвигу есть место говорят спасая трактор списаны давно о них сказания с соломой не горят так запросто толкует агроном за агитированный ясно комсомолец отчаянно боялся за потерю он о душе тогда не думал вовсе как журналист додумался теперь с фамилией мерзлов в огне горел 13 дней на нет сгорал в палате а люди состоящие из тел бездушные свое мазутном платье никто не слова даже пол словечка о вечности ни капельки для толи не приготовил не сказал о вечность его уже объяла в жарком поле с иной позиции на подвиг тот смотрю его душа выходит из храмины и тело обожженное без брюк которому устроили смотрины он видит мир иной и непонятный страшилища летают наступают а контурилась из-под предсмертных пятен в неверазе в невыразимом ужасе душа как мать седая ни от кого нет помощи в огне его душа на век на бесконечность ему теперь ужасней и больней в огне без бога и помочь там нечем толкуются жалеют все о бывшем а он живой в неведомую даль уходит навсегда все ниже ниже а всем лишь оболочку его жаль детей учите бога познавать с христом знакомте по библейским строкам не менее нам жаль его отца и мать сочувствовать а теле мало проку 15 января 2006 год игнатий лапкин